Всем привет! У микрофона Веля! Ну что, дамы и господа, соскучились по разговорному формату в этот раз. Опять же, мне многие говорят, Велязик, что там с трейлером, что там с обновой, что же, есть ли новая информация, а, братья, реально, как-то в последнее время, что-то я такой, типа, надо как-то вот вам всё это дело рассказать, а что-то новой информации нет, а вот что-то вот вроде бы обнова должна выйти, а вот что-то новой информации нет, Ну ничего, ладно. Ребяточки, если что, я не просто так туда подрубаюсь, к вам все дела. Есть очень такая интересная тема, о которой я хочу поговорить. Обязательно лайк, подписывайтесь на колокольчик, плюс комментарий. Комментарий это очень важно, потому что это разговорный формат, я вам говорю, вы мне обратно, куда как бы в комментарии все дела. Ой, извини, дай мне буквально минуточку, сейчас, подожди, я новый Гелендваген себе покупаю прямо с салона, капец он такой бомбовый. Что, спросишь, откуда у меня столько денег? Братанчик, ну конечно, в реальной жизни-то у меня столько нет денег, я играю в очень офигенную игру, реально, симулятор жизни, вот, себе новый Гелик из салона прямо сейчас взял. Что за игра? Давай, я тебе сейчас всё расскажу. В последнее время я стал много времени проводить за интересной мобильной игрой, где есть море фана и веселья. Хочу вас позвать играть вместе со мной в онлайн РП. Это настоящий симулятор реальной жизни, где ты можешь быть кем угодно. Покупай недвижимость и тачки, флекси деньгами и крутой одеждой, стань бандитом и держи в страйке весь город. Тут ты найдёшь всё, о чём когда-либо мечтал. Кстати, это мобильная игра, которая не требует мощного железа и запуститься может даже на стареньком телефоне. Просто представь, жизнь твоей мечты с морем фана и угара прямо в твоём кармане. Это точно стоит попробовать. Тем более, по моему промокоду Веля можно получить 120 тысяч игровой валюты и люксовый автомобиль Кадиллак. А для старта это очень круто. Кстати, вы можете поиграть вместе со мной. Вам всего лишь для этого нужно перейти по ссылочке в описании и скачать игру. Установить игру на свой телефон. В настройках выбрать свой игровой ник в формате имя, нижнее подчёркивание, фамилия. И всё. Я играю на четвёртом сервере Гавайи, поэтому залетай и давай играть вместе. Тем более, с моим промокодом ты со старта будешь крутым чуваком. Жду тебя в онлайн РП. Так, вы, наверное, очень, как бы, ну, многие, наверное, видели всякие там различные картиночки. Да, у нас, как бы, собственно, разработчики же, да. И разработчики делают сторисы, собственно, да. И вот мы сидим и поглядываем, что там разработчики и какие сторисы выкладывают. И вот недавно было опубликовано сторис, точнее, две сторисы. Вот, мы сегодня об этом всё это дело посмотрим. Вот, и, собственно, я уже был, ну, сторис было уж давно опубликовано. Я всё ждал, как бы, господи, чуть-чуть не уронил. Я всё ждал, как говорится, а будет ли, как бы, ну, пояснение, понимаешь? Вдруг, как бы, я сейчас что-нибудь опять ляпну, чмяпну, всё, всё, всё комьюнити это возьмёт. Типа, и, как говорится, Веля сказал. Я ждал какого-то, знаешь, вот именно пояснения. А какой сторис я говорю? Давайте, включаем. Вот, две сторис, собственно, первая сторис, давай мы про это говорим. То, что, вау, в офисе Эксель Болт есть экраны с персонажами в их студии, в их офисе. Классно, я был в их офисе, блин, не увидел эти баннеры, красивые и прекрасные. Но, нас интересует вот это вот, дамы и господа сторис. Здесь у нас офис, у нас огонь, подтверждаю. Появились классные световые панели. Не видел, хочу увидеть, потом приеду. Вот, да и, так, и, 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 и девчонки тоже ничего. Ну, девчонки, как говорится, в офисе вот такие вот. Ребята Эксель Болт, вот такие, собственно, все красивые, все такие прям заряженные. Что нас здесь интересует? Первое, мадмуазель стояла у нас с огнетушителем. Вот, и здесь мы видим, при пожаре звонит 01. И здесь у нас огонечек. Ну, ёкарный бабай. Что у вас в первую очередь в голове вскакнула мысль какая? Ну, конечно же, это коктейль Молотова. И я тоже такой думаю, сейчас ролик сниму, коктейль Молотова, чтобы ребята порадовались. Собственно, какая-то есть информация. Но, я притих, я сел такой думаю, ну, давай мы подождем. Мало ли, вдруг что-то типа на самом деле не коктейль Молотова. Вдруг это, ну, нет, больше сториз типа не было. Прошло уже очень много времени, собственно, да. И давайте обсасывать, как говорится. Вот, нам Аксель Болт кинули кость. Мы ее обсасываем, так сказать, да. Новая информация есть. Итак, коктейль Молотова. Ну, это, наверное, знаешь, это, наверное, было ожидаемо. Это, наверное, было ожидаемо. Коктейль Молотова все просили. Вообще, коктейль Молотова это очень важная игровая механика. Потому что гранаты у нас есть классно. Мы там раскидываем, там, бэм-бэм, взрываем, все классно. Дальше, что у нас есть? Световая граната. Тоже класс. Закинул слепочку, там, флешечку, бам, все, залетели, там, раскидали молодых. У нас есть смог, тоже это очень классно. И, на самом деле, для, ну, типа, для полноты картины, для полноты вот этого, знаешь, вот этого вот стратегии, вот этого стратегических тактик и так далее, нам не хватает что? Дикое. Это очень важно. Что такое дикое? Типа, ты кидаешь гранату, она, типа, воспроизводит звуки выстрелов, либо звуки топанья. Вот, чтобы там, допустим, дезориентировать противника. Это есть в CSGO, нам это тоже надо желательно, да. И очень важная игровая механика, это коктейль Молотова, мы это все ждем. И, на самом деле, будет очень забавно, если и дикой, и коктейль Молотова будет в 0.20. Но, скорее всего, скорее всего, как бы, ну, Молотов это 100%, все, я уже это ожидаю. И Молотов, ну, вот, если будет Молотов, он будет явно в трейлере. Когда трейлер, трейлер совсем скоро ожидаем, уже 6 июля, совсем скоро выйдет трейлер, пожимаем ручками. Я, я хохочу, хохочу, как говорится, над теми челиками, которые такие, типа, А, Веля, ты знал, спалили трейлер, он будет 3 июля, Веля, ты... Я не делал ролик про это, да, потому что Веля не делает дезинформацию, понимаешь? Веля не дезинформирует, ты что думаешь? Многие думают, типа, да, Веля там, он что-то в это все сразу начинает там хайпозорить, хайповать. Ни фига подобного, я сразу понял то, что попахивает говниной. Я зашел на канал Стэнду в 2, я даже нашел исходный ролик, который... Код элементы изменили, исходный ролик, я этот нашел. Я все, я под лупой, я как Шерлок Холмс там такой, типа, ага, попахивает, конечно же, фейком. Ну и, собственно, да, это был фейк, конечно, чувачушки, Юка, давай. Да, я на быстром созвоне с разработчиками, понимаешь? Я на быстром созвоне! Алё, алё, чё там, да, 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 всё, понимаешь? На быстром созвоне. Поэтому, парни, если что, опять же говорю, трейлер, ну он уже финалочка, уже там подготавливается, парни. Ждать осталось вообще, ну типа, ну вообще ни о чём, понимаете? Мы ж сколько ждали, а дальше-то, говорится, 0-0-20-0, потом пойдёт это вот Хэллоуинская обнова, потом сразу новогодняя обнова, потом 6 лет игре будет, потом, короче, очень много обнов нас ждёт, это очень прекрасно. Я, например, коктейль Молотова, ещё раз, как бы, говорю, коктейль Молотова, ну, на самом деле, я, типа, ну, спрашивал ребят на стриме, парни, коктейль Молотова, чё? И, на самом деле, есть какой-то процент в нашем комьюнити, про те, которые, коктейль Молотова, да ну его, блин, нафиг, а чё коктейль Молотова, блин? Вы даже не представляете, вот, вот добавят коктейль Молотова, насколько киберспортивные катки, вообще, насколько катки изменятся, понимаешь? То есть, там, допустим, залетел на плен, там, начал, поставил бомбу, под бомбу кинул молек, убежал, время выиграл. Ты даже не представляешь, какие можно интересные катки отыгрывать с коктейлем Молотова. И для тех, кто вообще в танки и даже в CSGO не играл, сказал даже, как будто, ну, типа, у всех есть комплюктеры. Так вот, что вот, допустим, есть такие игровые фишки. Ты кидаешь коктейль Молотова, он загорается, и ты понимаешь, что ты должен дальше пройти. А у тебя коктейль Молотова горит. Что делать? Ты берешь смог, и в коктейль Молотова кидаешь смог, и молотов тухнет, понимаешь? То есть, есть вот такие вот офигенские механики, и я понимаю то, что я, на самом деле, очень мало покупаю смог. Но после введения коктейля Молотова, я буду покупать смог. Я буду покупать смог, потому что, не дай бог, на пленте, где я должен ставить бомбу, будет гореть молотов. Мне нужно что, правильно, смог закинуть, поставить, да, все, убежать, понимаешь? То есть, вот такие вот игровые механики и так далее. Дикой, почему дикой, тоже очень важно. Там закинул на мид, сам пошел на б, да, все такие, типа, там стрельба на миду, мы идем, мы идем туда. Все, а ты уже, пиу-пиу-пиу-пиу, бомб has been planted, а ты такой, а-ха-ха, балдеж, да? Вот, вот такие вот игровые механики нам очень сильно, ну, нужны. И, опять же, говорю, я уверен, что там, типа, киберспортсмены все ликуют, парни. Киберспортсмены все ликуют, такие, да, молотов, это же сколько можно разыграть классных каток. Это сколько можно разыграть классных, я не знаю, клачей. Это сколько можно всего наделать с единственным коктейлем Молотова. То есть, для многих, типа, ну, коктейль Молотова, типа, ну, коктейль Молотова, другое дело, другая карта. Не, на самом деле, это все, как бы, взаимосвязано, понимаешь? Это все взаимосвязано, ты вообще, понимаешь, как наша игра просто преобразится, если просто добавить коктейль Молотова. Ты даже это не представляешь, насколько реально катки изменятся. То есть, прям, вот, ты играешь на 0.19.0, бам, коктейль Молотова, другая игра, абсолютно. Вот, и еще раз напомню то, что обновление 0.20.0 совершенно преобразит наш Stand of 2. Это будет уже, как-то, это уже будет совершенно другая игра с новыми механиками. Если новые механики добавляются, то получается и, как бы, новые отыгровки, новые различные там раунды, новые клатчи. Боже мой, сколько я это еще буду повторять? Почему я так сильно жду 0.20.0? Почему я так сильно жду новое сезонное обновление? Потому что, опять же, говорю, я же все комментарии читаю под разговорниками, везде абсолютно я читаю комментарии. И есть, опять же, вот эти вот люди, которые типа такие, блин, я хочу, чтобы там, я хочу там новую карту. Да, новую карту, ну, это надо делать и Sandstone тоже переделать. Но вы даже не представляете, насколько вот такие вот маленькие вещи, как всякие там коктейль Молотова, новое оружие, новые там какие-то моменты в экономике, дикое, как это все меняет саму игру, меняет сам процесс, меняет геймплей, вот, что игра реально становится какой-то другой. Ты заходишь в стендов и ты понимаешь, блин, а тут же все играют по-другому. То есть, если раньше тебе, ну, в принципе, ты что, взял там, купил хаешечку, флешечку, полетел, все, у тебя уже фулл закуп, да, то сейчас тебе обязательно нужно смочочек, чтобы всегда при себе был, потому что, мало ли, вдруг противник разыграет Молотов, и тебе нужно как-то вот ответить, как-то вот это все дело задефать, понимаешь? Вот, и все, и понеслось, и в голове математика, типа, у тебя мани-менеджмент, ты тебе там, ты должен, мало ли, купить диффуза, потому что ты понимаешь, что, как бы, надо будет там, типа, не дай бог там это, раздиффузить бамбу, тебе нужно еще и бронежилет, тебе нужно еще и гранату, тебе нужно, тебе нужно еще и смочочек, ну, при себе держать. Это просто что-то с чем-то, чувачки. Каждая какая-то вот такая вот механика меняет игру, там, с ног на голову. Ты понимаешь то, что ты, вот ты, вот как ты раньше играл в стенд оф 2, ты, у тебя так больше не получится, потому что ты будешь сосать бибулю, а сосать бибулю ты не хочешь, ну, как бы, не, как бы, ну, если хочешь, то это другое дело, ну, я уверен то, что ты не хочешь, понимаешь? Вот, поэтому, блин, ну, вот честно, парни, очень сильно жду трейлер, очень много чего покажут, но мне кажется то, что вот с этого момента уже будет потихонечку новая, вкиданная информация про обновление. Короче, парни, о чем я говорю? О том то, что вот таких вот роликов, где буду про всякие новые фишечки 0.20.0 рассказывать, вот их скоро будет очень много. Был момент затишья, был момент разработки, был момент, там, вот, когда вот аксели все это делали, 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 и теперь осталось только что-то там доделать, там, там, дописать немножко, тут что-то исправить, да, и все, и сейчас просто как снежный ком с горы альпийской летит на нас новая информация про обновление, про трейлер и так далее. Вот, опять говорю, я каждый день просыпаюсь, в смысле, йокарный бабай, на день ближе к трейлеру, на день ближе вот к той информации, которую я вам могу рассказать, чтобы вы прям закайфовали. Кстати, по поводу трейлера, очень интересная тема. Прошлый год трейлер сезонний, его сделали в формате премьеры на ютубе. Будет ли в этом году формат премьера? Думаю, да, поэтому, собственно, да, мы, господа, будем вместе с вами смотреть на это все. Обязательно лайк, подписка на канал с колокольчиком прямо сейчас. Все это нужно делать, срочно, в срочном порядке, бро, потому что, понимаешь, наверное, будет тебе обидно, если ты вдруг такой, типа, такой придешь, такой, эй, ребята, ребята, а ты знал? А ты знал? Нет, я не знал. А чё? А где? Да там Велик все уже показал. Let's go, красную кнопку, бам, делаем серый колокольчик, бам, она, дзынь, 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 лайк, бам, там, кстати, анимацию на лайк добавили, блин, я вам как бы не вру. Ну, да, на телефончиках, вот, а то потом мне скажут. Вот, поэтому прямо сейчас все это дело делаем по красоте. Новый кейс я тоже ожидаю, все это по красоте, руки чешутся, вы даже не представляете. Я всегда, когда такие ролики записываю, знаешь, Мерседа, что-то, короче, у меня что-то вот внутри начинает ёкать, я такой, типа, да, да, скоро мы это все увидим. В предвкушении ли вы, напишите в комментариях обязательно, что думать по поводу Молотова, напишите, что, нужен ли нам дикой, как вы к дикоям относитесь, тоже напишите. Да, для многих, наверное, сейчас, типа, что это граната, которая издает звуки, типа, аааа, вот, а ты даже не представляешь, что в ксгу эта граната творит, да? Я захавал волос свой, классно, да? Хорошо, так, ну и все, в принципе, вот это вот самая кор информация, которую я вам хотел сказать. В принципе, я ничего не забыл, но если я забыл нафиг, как говорится, запишем еще ролик, все дела. Коктейль Молотова, ждем обновления, ждем, но перед обновлением мы ждем трейлер, трейлер будет, возможно, даже премьерой на ютубе, вот, и сразу, как бы, сразу забегайте ко мне на канал, будем все это дело рассматривать под микроскопом, понимаешь? Понимаешь. Ну, а у микрофона был Веля, спасибо большое за просмотр, обязательно комментарии, ваше мнение пишите, ваше мнение очень важно, вот, собственно, лайк, подписка на колокольчик, комментарии, это обязательно, и у микрофона, опять же, говорю, был я, вот в этот микрофон вам говорил. Спасибо большое за просмотр, всем удачи! Пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok